Процесс путешествия по склодам, по ухабам у каждого свой. Если побеждает эгоизм, тогда это война. Хороший итог будет подводиться в 2024 году. Весной в эти даты между 25 и 8 числом будут закладываться семена на долгие времена, по крайней мере, на ближайшие три года. Мы перестаем верить в себя, понимать себя. Потому что большинство вещей, которые с нами происходят, они уже определены. Ни одна земля, ни одна граница не стоит даже ни одной человеческой жизни. Человек должен понять, ради чего он. Здравствуйте, Бхагават Прабу. Я благодарен вам за то, что вы согласились снова с нами встретиться. Мы получили очень много откликов на первую нашу запись. И главный посыл у людей был то, что не хватило конкретики многим. И они хотели бы что-то более конкретное услышать о том, что будет в ближайшие полгода с нами. И вообще, как будут развиваться события. То, что сейчас происходит в мире, в Украине. Сразу хотелось бы сказать, что нет каких-то, ну что ли, общих тенденций для каждого человека. Сколько людей, столько и судеб. И даже в самые страшные времена, кому-то бывает лучше, кому-то бывает хуже. И какие-то сведения к каким-то групповым элементам, как принято там тельцы, львы, козероги, тоже не совсем корректно. Поскольку индивидуальность, назовем так, гороскопа человека, зависит от его восходящего знака. То есть через два часа позиция над ним меняется. И коренным образом мы же видим, что нельзя даже по одному дню свести какие-то результаты. Поэтому Аджиотиш, ведическая астрология, предполагает анализ индивидуальных периодов даши человека, которые он проживает в соответствии с его рашеком или с его гороскопом. Но действительно, бывают такие времена, как вот сейчас мы стоим на пороге, так сказать, это темный месяц, как мы уже говорили, и вот сейчас будут две недели еще темнее, поскольку затмения с 25 лунного и 8 ноября уже солнечное затмение, они немного педалируют те негативные вещи, которые происходить начали с 8 октября. И сразу же оговорюсь, что до сих пор никто не может сказать даже приблизительных тенденций на ближайшие, допустим, полгода. Но через две недели это можно будет сделать. Один мой товарищ из Индии, бандит, он говорит, что он очень хорошо разбирается в типах затмений. Существует 10 типов затмений. Бывают полные затмения, или с короной, или подсвеченные и так далее. Вот, допустим, как было прошлое, называлась Грасана, как раз проглоченная, которая говорит о том, что война, бедствие, то есть правитель падет, и экономика даже у самых благополучных стран пошатается. Какого-то уровня будет больше, тогда будем сделать такой вот вывод. Поскольку это даст определенный оттенок, вот той самвацары, которую мы начали проживать с конца марта этого года, то есть вот эти вот 60-летние периоды. То есть те, которые, они, как правило, сдвоены, и вот те, которые, они называются Шобха-Крит и Шубха-Крит. Крит можно выбрать как работа или действие. И надо сказать, что это также имеет какую-то свободу, что ли, свободу волеизъявления каждого человека. Поскольку это высвобождение энергии после двух лет, которые считались как под водой, вот этот вот потенциал энергетический очень большой, он может быть направлен на созидание, но, как в старой книгах говорится, если побеждает эгоизм, тогда это война. Каждый против каждого. И так или иначе, так или иначе, мы видим уже, что, естественно, побеждает эгоизм. То есть люди используют не только друг друга, природу, ради каких-то личной выгоды, эксплуатации чего-то, чтобы что-то получить. И, естественно, это даст плохие плоды. И чем больше вот этих эгоистических начал, чем больше соперничества, чем меньше силы у человека, тем хуже будут плоды этой самоцары. Вернее, этих двух. Потому что итог будет подводиться в 24-м году. Весной, когда наступит самоцара кротха. Кротхи от слова кротха. Гнев, ярость, беда. По-русски называется ужас. Глубину ужаса мы задаем сейчас. И многие скажут, раз это уже какая-то обреченность и прочее. И некоторые мои коллеги говорят, что не так уж все и плохо, потому что вот, ну, если это же 60-летние циклы, то есть прошлый цикл, это 1962 год, да, был Карибский кризис, был мир на грани войны ядерной, ядерной, ну, ее не осуществилось по каким-то причинам. Будем надеяться, что и сейчас не осуществится. Но каждый должен понимать, что это не только коллективная ответственность. Это не виноват никто, творец. Многие говорят, вот, раз это устроено так вот творцом, значит и будет. Творец никогда не принимает участие в каких-то таких злокозненных играх. В Шветошвитара Аупанишат говорится, что когда не было ни ночи, ни дня, ни света, ни тьмы, несущего, ни несущего, был лишь один приносящий счастье. Однозначно творец, Пуруша, Пуруша на санктрите, значит, полный, или Бог, Богаван, означает то, что он приносит счастье. Но люди делают свой выбор. Делают свой выбор в пользу своих качеств, а не в пользу мира, и не в пользу любви, добра. Вот сейчас месяц Картика, и ты, наверное, каждый день поешь вот эту вот мантру на Мадараш таки. Помнишь, как она называется? Нама, Мишварам, Садчитананда, Рупам. Я преклоняюсь перед Верховным Господом Садчитананда. Это значит Садчитананда, Рупам, это форма, состоящая из вечности, знания и блаженства. Но первое слово Нама, то есть это значит не мне. Когда мы проводим хомы, жертвоприношение, прежде чем, когда мы возливаем масло, мы повторяем, допустим, Мартуру, Ом Бур, Бувах, Ом Вишнаве, Намама. То есть не для меня, это для Вишну, это для Бога, а не для меня. И такая цель жизни, и в общем-то, в той же, в той же Швейтарь, в Атарио Паришат, и говорится, что главными достоинствами человека является милосердие, правдивость и отреченность. Не корысть и не зло, а милосердие и отреченность. Конечно, это, наверное, сейчас это категории немыслимые, потому что, если люди будут жить такими категориями, то кто же будет покупать айфоны, участвовать в процессах производства, в политической деятельности и так далее. Совершенно другие задачи стоят в обществе. Но, с другой стороны, каждый человек волен сделать выбор для себя. Сделать выбор для себя, и поэтому даже вот при обсуждении Бхагавадгиты, если ты был вот в воскресенье, выдвинул такую теорию Мачхунда, что даже если 1% населения будет мыслить такой вот как бы вселенской осознанностью, добром, любовью, то весь мир поменяется к лучшему. Войны не будет. Поэтому мы и будем пожинать эти плоды. Особенно хотелось бы предупредить всех, что вот в эти даты между 25 и 8 числом будут закладываться семена на долгие времена, по крайней мере, на ближайшие 3 года. И если человек принимает какие-то обеты в это время, какие обеты, умеренность в еде, в разговорах, не говорить, поменьше обманывать, поменьше злоупотреблять, никого не проклинать и так далее, и так далее, то тогда, возможно, его будущее некоторым образом будет светлее. А те люди, которые сегодня я видел в телефоне случайно в чужом, как кто-то радостно какой-то из наших уехавших блогеров, вот они, коллеги, фотографии убитых людей, своих же соотечественников, и он так ликовал по этому поводу. То есть, если человек радуется другой смерти, то в период вот этой Санвацары Кротха он будет молить о смерти для себя. Так ему будет плохо. Но, с другой стороны, они живут этим днём и радуются сейчас смерти других. И они думают, что эта радость будет вечной. Если мы серьёзно подойдём к этим вещам, то сможем изменить вот этот вот мир без тех предполагаемых революций. Если вы посмотрите на историю человечества, то поймёте, что ни одна революция не сделала лучше. Всегда бывает хуже. Всегда бывает почему-то хуже. Изменения должны произойти внутри человека. Изменения должны быть внутри человека. И вот осознанность... Конечно, я говорю, что в эти дни не надо ничего начинать. Сейчас это негодное время. До середины ноября нужно как-то быть сохранять самого себя и близких. Заботиться о близких. Тот, кто потеряет контроль, то есть получит возможность вкусить безумие. И забота о близких вернётся заботой о каждом. Лучше посидеть тихо и эти времена на самом деле даны тоже для большой пользы. Они для очищения, для аскетизма, для милосердия, для простоты, для чистоты. Избавиться от лишнего, пересмотреть привычки. В старые времена говорили, что в затмении лучше всего покончить с вредными привычками. Обед не пить, не курить, не скверпословить и не обижать каких-то людей. Такие обеды хороши. Но если человек в это время попытается прорваться что-то, получить что-то излишнее для себя, то есть гарантия того, что он это потеряет. Ну и есть такое понятие в астрологии ведической учьёте, же как Мухурта хорошее время. То есть к этому ещё добавляется то, что несколько ретроградных плод нет, в том числе самые из них влиятельные ветер и Сатурн, они также не предполагают ничего хорошего. Не предполагают ничего хорошего. Всё не так уж и пессивистично, как вот многие скажут, и так жутко, а ты ещё жути нагоняешь. В такие времена человек, который обратился внутрь себя, есть разум, разум, который наш ум и интеллект полностью загибает куда-то назначенными телефонами, общественным мнением и ещё какими-то делами. Мы перестаём верить в себя, понимать себя, как будто бы влезаем в полиэтиленовый пакет, отстраняемся от мира, от других людей, хотя мы все одно и то же. Все мы одно и то же. Посвятить этому время какому-то самоосознанию, иногда даёт обет повторять мантры, медитировать, читать священные писания. Этот месяц для этого хорош. Собираться вместе, молебны, пение мантры и так далее, это приводит к хорошему результату. Это не я придумал, написано в тех же самых опанишадах. Тысячи лет тому назад люди пришли к выводу, что если ты хочешь изменить жизнь вокруг себя, измени себя. Поэтому так, да, потом будет некоторый перерыв, когда люди отдохнут январь, февраль, март опять будет горячим, переход опять сам вацар во время весеннего равноденствия, он опять меняет энергию одну на другую. Большинство вещей, которые с нами происходят, они уже определены, так называемая прабада или дрида атома, твердая карма. Она уже известна с рождения, поэтому мы ее как раз таки и понимаем, изучая гороскоп человека. Определяется продолжительность жизни по количеству вздохов, по количеству съеденной пищи и так далее, и так далее. благосостояние, успех среди других людей и прочие вещи. Но как колесница едет на двух колесах, так и наша жизнь. Частично она, когда вращается одно колесо кармы, то есть жизнь поворачивает в одну сторону, когда вращается колесо наших действий в другую сторону. И ты спросишь, какое же важнее, все-таки важнее то, которое определяет наши действия. Спросишь, почему, потому что от этого зависит наше будущее. Наше будущее. То есть трудно уверить людей, что жить нужно прямо в этом моменте. Да, нужно жить здесь и сейчас, радоваться тому, что ты есть. Это же просто понимание того, что жизнь это самый великий дар в нашей вселенной. сейчас это обесценили. Ни одна земля, ни одна граница не стоит даже ни одной человеческой жизни. Но понимание, что есть жизнь, что она связана с Верховным Господом, это величайший дар творения. Как капли дождя стекают по вершине в разные стороны, так и люди разбегаются по разные стороны жизни. Но в конечном итоге когда-нибудь, где-нибудь все эти капельки сольются в антинокеан. Но процесс путешествия по склонам, по ухабам у каждого свой. Рано или поздно человек, он должен понять, ради чего он живет. Как-то чуть меньше, чем 3000 лет тому назад Будда воскрикнула «Ослепленные тьмой, почему вы не ищете света?» Да, это хороший вопрос. Ну, в каких-то степени они могут, даже если не изменить свою карму, создать на будущее хороший задел, улучшить этого. Но есть способы, которые могут повлиять. Изменить коренным образом, конечно, они не могут. Трансгуманизма такого не существует в прямом смысле. Но есть вещи, которые корректируют. опять же, простые посты, молитвы. Молитва и пост это единственное, что может изменить течение жизни. Пост, допустим, в Экадыше. Частью молитвы говорится говорить правду, умерять потребности языка и всех остальных органов. Это, да, это такой путь. заезженные утверждения по смене кармы, смене пола, смене страны и прочее, это немножечко, как это называется, непрофессионально. Где-то на проповеди можно говорить очень красиво, а когда человек возвращается домой, делает какие-то другие вещи. сказать легко, сделать всегда труднее. Девиз нашей жизни это даже общество потребления нужно уравняться с каким-то идеалом или просто стать лучше. если есть у тебя запрос стать лучше, это значит кто-то будет хуже. Ну, правильно? Ты, когда ты говоришь, что я стану лучше, это значит кто-то уже будет хуже. вот, ты наступил на чью-то голову. И не важно вегетарианец или кто-то. Вот голуби тоже вегетарианцы. Что-то никто. Я не думаю, что на основе убийства когда-то могут выйти получиться хорошие вещи. В Шиминбагов там говорится, что пока убивают животных ради еды будут войны. Ну, по крайней мере не поддаваться и делать с кем-порывом. Пропагандам так, пропаганде насилия там какой-то ну, хотя бы какой-то минимум соблюдать, не радоваться тому, что умирают другие люди или еще что-то. Нет, я не говорю, что будет коллапс. То есть все будет как есть. Картошка, гречка, все это, все будет на своих местах. Может быть посложнее будет как бы условия выживания, человек будет тратить на выживание больше времени. То есть если человек ну, как-то создал себе какой-то уровень потребления и он не достигается стилей, он не может быть достигнут, потому что всегда человек хочет большего, независимо от того, сколько у него есть. Но другое дело, что он не получает того, что было, это уже катастрофа, да. Чувства, они ненасытны, их невозможно накормить. Яму, яма становится только больше, когда ее копаешь. Ты же копал когда-то яму? То есть ты ее копаешь, она становится больше и больше. Поэтому процесс, процесс удовлетворения чувств безграничен. То есть это создается иллюзия, великая иллюзия, майя называется, маха-майя, которую увлекает человек. Человек кидается в погоню. Он говорит, почему вы не ищите света? Зачем, если хорошо в темноте? Ну они думают, что хорошо в темноте? В лидической астрологии аджиоти же значит свет. Хотя бы немножечко посветить. Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне, если ты поймешь божественную истину и предадишься Богу, тогда я защищу тебя от всех невзгод. И вот допустим та вот страшающая санвацара, о которой мы говорим в 24 году, кродха. Кродхи и кродха. Кродха это значит гнев. То есть человеку, у которого в сердце нет гнева, он не пострадает. Ни физически, ни ментально, ни энергетически никак. у кого много гнева, тот станет молить о смерти. Поэтому надо бояться вот этих проявлений. Кому интересно, можно почитать из Бавиши Пурана. Она была записана около 5139 лет тому назад. И там говорится подробно все этапы развития Калиюги Железного века, который построен на лицеберии. И даже я, имея такой, ну, как сказать, не такой уж обширный опыт, но так или иначе вот 60-летний этот период я более-менее отслеживаю. То есть мы можем видеть, что вот каждый на каждом новом уровне происходит какая-то такая более жесткая трансформация, более жесткая трансформация, то есть мир становится более железным. Более железным. То есть 20 лет назад, допустим, еще люди не могли представить, что будут делать, специально убивать младенцев, чтобы из них доставать стволовые клетки и сделать из них крема или какие-то инъекции для омоложения. 300 тысяч женщин беременены делают аборты только в Бомбии, там в одной фабрике такой. специально чтобы потом издают их, чтобы их в центрифуге разогнали до клеточек и употребили красотки. Какие-то вещи, какие-то вещи, да, то есть говорится, что вот это происходит из тамоса, то есть из невежества. Человек от природы уходит в такое общество, то есть в какую-то придуманную жизнь. нам уже не нужно ни моря, ни солнца, это как Москва снова только у нее спросили, что ты любишь, она говорит, солнце и ветер. Теперь люди любят только удобные диваны, телефон и доставка какой-то еды. Кто сейчас любит ветер и солнце? Зачем? Поэтому в данном случае выбор есть в каждую секунду. В чем преимущество человека, человеческой формы жизни от других? У дерева нет такой возможности. У него только одно чувство, он только чувствует боль. Жару солнца, детки пришли, веточку сломали. Но оно никому не отказывает в тени, а потом еще не отказывает в древесине. Просто представь существование, оно просто терпит боль. А человек может выбирать каждую секунду. Выбирать сторону светлую или темную, добро или зло. Но должен помнить, что есть всегда тот, кто привозит счастье. Независимо от той стороны, которую он выбрал. Ну вот вы говорите о том, кто приносит счастье, но на самом деле, вот я знаю многих людей, которые разочаровываются в Боге, только из-за того, что как им кажется, Бог о них не позаботился или что-то не сделал для них. Он позаботился о них сразу, дал голову, руки, мозги, и все прочее. Пожалуйста, управляйся. Как ты уже будешь? Если кто-то тебе даст ножичек, ты можешь рыбу и там картофку почистить, а можешь кого-нибудь и поранить. Что еще нужно? Что еще нужно? У каждого есть голова, более или менее, правильно же? Глаза, руки, язык. Некоторым кажется несправедливо, одни живут хорошо, другие плохо. Они живут в соответствии с той кармой, которую они получили в результате своих прошлых действий. Кто-то изживает плоды благочестивой кармы, которая накоплена была в предыдущих рождениях. Кто-то страдает от какой-то напасти, которую когда-то совершал. Это же видно сразу. Как только рождается человек, сразу определено, в какой он семье, бедный, богатый, красивый, здоровый, или еще что-то. Кто-то родился слепым, а кто-то родился в семье миллионера. Разная жизнь. А кто-то родился в семье миллионера, но слепым. вариантов бесчисленное количество. Сколько людей, столько и вариантов. Нам кажется, что это все. Нам кажется, что это так. Но Кадху Паниша, бог смерти, Ямарадж, говорит мальчику не чекет, но говорит, вы люди отсюда сверху как муравьи в муравейнике, идете от смерти к смерти. И сверху непонятно, кто-то весело идет пританцовывая, кто-то плетется, кто-то еще что-то. Поэтому это зависит уже от самого человека. есть зависит настоящее, да, зависит от прошлых вещей, на которые повлиять трудно. Но наше будущее зависит от того, что мы делаем сейчас. и прежде всего зависит от того, о чем мы думаем, от уровня нашего сознания. Чтобы твои слушатели не пугались словами мантра, пуджа, ягья, хома и так далее, сведем к простым вещам, молитвы и посты. Принимайте то, что откликается в вашем сердце, независимо от того, где, какая религия, какое миросповедание. И закончить хочется опять же вот этим обращением. Постарайтесь так, чтобы поменьше было для себя. Позаботьтесь о других, позаботьтесь о божественной сущности. И станем тогда мир получше. Редактор субтитров отец. Редактор субтитров weit Продолжение следует... 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 Продолжение следует...